А наши следующие герои говорили четко, выразительно и эмоционально. Живая классика. В библиотеке имени Асеева прошел региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов. Участники съехали со всей области, чтобы побороться за главный приз, путевку в Артек, ну и, конечно, заявить о себе. Только бы успеть, так много надо сказать сыну. Думал он, не размыкаясь теснутым зубом, произносил борьбу из-за глинания скачущего в саду. Это им читали сказки на ночь, это у них собраны домашние библиотеки и на столе всегда лежит книга с закладкой. Лучшие чтецы области, 99 человек от пятиклашек до выпускников школ, долго шли к региональному финалу, зубрили тексты и работали над дикцией, чтобы быть услышанными. Нужно представить и нужно влиться, можно сказать, в колею, как будто это перед тобой сейчас стоит и ты сам сидишь, делаешь это все. А вот Саша Лихачев из деревни Дроняева репетировал перед зеркалом, мамой и кошками, говорит, внимали даже мохнатые. Без книги мальчик жизни не представляет, любит фантастику, уважает Гоголя. Впечатление от первого прочтения Вея помнит до сих пор. Читал я ночью и потом спал с включенным светом, виделась ведьма, я рисовал мелом круг, потом я проснулся. Живая классика – это проза, не входящая в школьную программу по литературе. Выбор текста – важный критерий для жюри, а еще грамотная речь, артистизм и понимание произведения. Это прежде всего произведения о родине, произведения о своей малой родине, о России, произведения о войне, произведения, связанные с любовью, нежностью и другими чувствами, которые на сегодня воспитывает наша российская литература. Трое лучших чтецов в мае отправятся в Международный детский центр «Артек», чтобы принять участие в финале конкурса.